Ты тронул моего ученика. Давай посмотрим, что ты сможешь сделать, когда я буду лишь около четверти своей силы. Всего существует 13 рангов. Эта система показывает, насколько силён человек. В мире Доу Ци сила – это самое главное. Впитывая Доу Ци, эксперт продвигается по стезе духовного совершенствования, и на основе силы наделяется особым статусом, и его ранг растёт. Ранги мастеров делятся на звёзды, за исключением мнимого святого. Он делится на 4 стадии. На уровне 9 звёзд существует шанс прорваться на более высшую ступень. Для примера, ученик 9 звёзд может прорваться к мастеру одной звезды, при этом увеличив объём Доу Ци. С каждой последующей звездой сила будет увеличиваться. Такое будет происходить и при прорыве на следующую ступень. Первый ранг – новичок Доу Ци. Самое начало культивации. Второй ранг – ученик Доу Ци. Достигнув этой стадии, боец может по-настоящему использовать Доу Ци в своём собственном теле. Третий ранг – мастер Доу Ши. Четвёртый ранг – великий мастер До Доу Ши. Сейчас Сяянь как раз на этом ранге. Из особенностей Доу Ци становится достаточно твёрдой, чтобы сформировать защитный доспех. Далее идёт Дух – Доу Лин. Пятый ранг – Доу Ци человека затвердевает, и её можно применять к другим объектам. Шестой ранг – король Доу Ван. Вот с этого ранга раскрывается настоящая сила мастера. Он может сформировать крылья Доу Ци и бесконечно черпать энергию. Седьмой ранг – император Доу Хуан. Это большой шаг в царство истинно сильных экспертов. Эти существа могут получать огромное количество Доу Ци и ненадолго удерживаться в воздухе без крыльев. Восьмой ранг – предок Доу Цзун. Истинный момент, когда можно считаться настоящим экспертом на континенте. Только успешно достигнув этого уровня, можно было получить необходимые условия, позволяющие выжить на центральных равнинах. Ходьба по воздуху была уникальным признаком элитного Доу Цзуна. Девятый ранг – почтенный воин Доу Цзунь или Да Доу Цзунь. Это сильнейший мастер в любых уголках континента. Этот класс характеризуется способностью образовывать червоточины, пробелы в пространстве времени. Промежуточный ранг – девять шагов святого. Десятый ранг – мнимый святой Бань Шен. Это переходный этап совершенствования более высокого уровня. Он не считается истинным состоянием Доу Цзунь, но всё же необходим, чтобы войти в чрезвычайно сильный следующий класс – Доу Шен. Одиннадцатый ранг – святой Доу Шен. Это вершина совершенствования даже среди могущественных сил высшего уровня. Настолько загадочный, что логика здесь начинает давать сбои. Однозвёздочный Доу Шен может легко одолеть десятки Бань Шенов. Двухзвёздочный может легко победить однозвёздочного и так далее. Достигнув шестой звезды, практик может создать отдельное пространство. А достигнув седьмой звезды, может использовать всю Доу Цзунь в этом мире, фактически становясь новым измерением. Девятизвёздочный Доу Шен представляет вершину мира, и никакое другое существо не может приблизиться к этому. Любое случайное действие Доу Шена может разрушить города, разрушить горы и уничтожить само пространство. И последний, двенадцатый ранг – бог Доу Ди. Это мифический рейтинг, который выше всех остальных. Ранги духовных зверей практически совпадают с человеческими. Только монстры первого ранга равен мастеру второго ранга. И несколько последних самых сильных уровней объединены. Звери делятся на ранги от первого до десятого, где последний – самый сильный. И у них ранги не разделяются на звёзды. Достигнув пятого ранга, звери способны говорить на человеческом языке. Достигнув шестого, в крайних случаях седьмого, могут принять форму человека, поглотив нужную пилюлю. И начать тренироваться по системе Доу Цзунь. Первый ранг – ученик, второй ранг – мастер, третий ранг – великий мастер, четвёртый ранг – дух, пятый ранг – король, шестой ранг – император, седьмой ранг – предок, восьмой ранг – почтенный воин, девятый ранг – святой, десятый ранг – бог. Большое спасибо за просмотр! Напишите, было бы вам интересно узнать больше о классификации техник Доу Цзунь. Подписывайтесь на канал и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok